Блиц. Русская культура. Уже умерла или? Нет, не умерла. Никита Михалков. Великий режиссер или? Режиссер. Война Европы с Россией. Возможно или? Я думаю, не будет. Россияне для вас сейчас враги или? Ну, не враги. Весь мир. Театр абсурда или? Весь мир нет. Но часть мира абсурд. С вами Мариан Менскер. Вы держитесь на прямой связи со мной из Риги. Легенда кино. Ивор Калнындж. Ивор, вы без преувеличения легенда кино. Но говорить мы с вами сегодня будем, увы, не об искусстве в основном, а о том, что происходит вокруг. И первый мой вопрос. Как вы сейчас относитесь к россиянам? И как изменилось ваше отношение за последние два года, с 24 февраля 2022 года? Мое отношение? Ваша страна с проблемами. Я не знаю, как относиться. Я не думаю об этом. Там у меня много друзей. И, конечно, эти люди не хватает мне. Но, что поделаешь, не наша вина. Просто в прошлом году в российской прессе появились вот такие заголовки. Я вам сейчас процитирую. Любимец советских женщин предал Россию. Он зарабатывал деньги в России. А теперь отказывается от нее и поддерживает украинцев. А как на самом деле? Вы действительно отказались от России? Или как? Вот расскажите, что происходит. Да нет, я думаю, что Россия от меня отказалась. Просто мне не дали визу еще до этих стопительных. И все. Я не старался дальше. Ну, были там какие-то левые варианты этой визы. Что есть какие-то люди, которые знают какие-то маленькие дверцы в стене Кремля. И что там дают какие-то визы за большие деньги. И я тут своими организаторами говорил эту тему. Ну, в общем, да. Я не хочу вспоминать об этом. Ну, то есть не вы отказались от России, а Россия отказалась от вас? Ну да, но потом какие-то провокаторы мне звонили. И они вот как и в этих, то, что вы прочли, они как бы от имени народа, понимаете. Ну, какой-то кретин меня там, как сказать, какие-то унизительные вопросы и какие-то фразочки бросают в мою сторону. Ну, я одного там послал. Я не буду повторять слова которыми. И вот все это произошло именно так. Я его послал, а он говорит, что я россиян. Я по поводу какого-нибудь народа, страны, языка или там, я не знаю, вообще людей. Я никогда не выражался. А бывает, кого-то я могу и послать. То есть это был какой-то пранкер. На самом деле все извратили и все было совершенно не так. Ну да, я читал, что я праздновал какой-то день рождения как бы в каком-то ресторане. И что мне стало очень плохо. И что что-то не упал там. И что вышла Пугачева. И сказал он, как же так. Никто его не поздравил. Я вообще не знаком с Пугачевой. Понимаете. И никогда ни одно день рождения в своей жизни я ни в каком ресторане не праздновал. Ну, в общем, сочиняю такие. Кто-то там в интернете нашел. Какая-то как бы женщина возмущается, что я пьяный. Как в каком-то аэропорту лежал где-то. Ну, и так далее. То есть это все фейки? Ну, это фейки. Я не знаю почему. И что они хотели достичь этим. Ну, я больше не интересовался в этом. Это было пару лет назад. А скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были в России? И в каких российских проектах вы участвовали в последний раз? По-моему, в 19-м году. А, нет, я был приглашен в передачу, которую ввел Галкин на Первом канале. Ну, это было во время пандемии. И я сделал проверку, то есть сдал анализы, и они были положительными. И я звонил вот этой передаче, что я не могу прилететь, и они выпустят. И вот таким образом, как и я с вами сейчас по Zoom, по Skype, по общались. И это, по-моему, была его последняя передача. Как хорошо жить в Советском Союзе. Ну, и слава богу, что я туда не поехал. Ну, это было до войны. Про Советский Союз мы тоже поговорим чуть попозже. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что вот эта цитата, которую приводят, «С Россией я закончил все отношения, туда не звоню, не хочу разочаровываться в людях». Вы такого не говорили? Ну, что-то похоже, я не хотел подставлять людей, подставить, как я, наверное, сказал. Ну, с кем-то вы общаетесь из российских коллег по профессии? Сейчас списываетесь, созваниваетесь? Ну, кто-то мне звонит, и мы общаемся, да. Не хотите говорить, с кем поддерживаете отношения? Ну, нет, зачем? Как вы считаете, почему многие известные актеры и многие известные режиссеры поддерживают вот этот конфликт с Украиной, российские актеры и режиссеры, и открыто выступают с одобрением политики российских властей? Вот как вы это объясняете? Как я могу объяснить? Я не знаю. Это надо спрашивать их. Нет, я понимаю, но все равно это люди, которых там в основном вы знаете, вы когда-то с ними общались. Может быть, у вас есть какие-то… Вы наверняка об этом думали, не могли не думать. У вас какие-то есть свои мысли, свои объяснения. Может быть, у них какой-то садизм сидит внутри, и они с удовольствием… Мне отвратительно этот конфликт, это ничего не даст. И я не знаю, почему поддерживать убийство людей, но… Тем более, когда они в своем доме сидят. Так что у меня нет объяснения этому. А то, что ярчайшие режиссеры, актеры – Машков, Певцов, Меншиков – они поддерживают власть, открыто поддерживают. Вас это удивило или нет? Ну, поначалу как бы да, я прислушался. Но удивило, наверное, потому что, ну, а куда они денется? Я понимаю, что при других властях они то же самое делали бы. Ивар, вы хорошо знакомы с Никитой Михалковым. Вы как для себя объясняете? Нет, я не знаком с ним. Ну, хорошо, вы его знали, общались наверняка, встречались когда-то, раньше. Ну, далека, мы в каком-то, я не знаю, какой-то фестиваль, там, может быть, какой-то там застолье было. Ну, я так не знаком с ним, я не работал никогда. Хорошо, а как вы для себя объясняете, почему именно он сейчас стал лицом и голосом той России, которая, ну, мягко скажем, не любит Запад и верит в конспирологию? Ну, может быть, он хочет еще один Оскар. Я не знаю, мне трудно сказать, как чувствует человек, папа которого два раза гимн написал. Ну, он прекрасный артист и, ну да, и демагог, да. Он докажет, что черное – это белое, или белое – это черное. Ну, это тренинг такой, знаете, начинающих философов. Вы человек советской эпохи, так же, как Лайма Вайкули, как Алла Пугачева, это с одной стороны. С другой стороны, тоже люди советской эпохи, например, Розенбаун, я не знаю, Лепс, Газманов, но вы по разные стороны баррикад. Вот как так оказалось, как оказалось, что вы по разные стороны баррикад находитесь, по разной линии? Ну, потому что, ну, это то, что я родился в Советском Союзе, это мое преступление, понимаете. Это не значит, что мы очень любили эту власть, понимаете. Это время дало мне друзей, любви, встреч прекрасных, я это никогда не забуду. Дети мои родились и так далее. Это моя молодость, понимаете, это прекрасная пора. Ну, это не заслуга какой-то власти, это просто так случилось. Это правда. Но почему вот люди, которые росли, развивались, становились известными в одно и то же время, вот сейчас по разные стороны баррикад находятся? Как вы это объясняете? Ну, откуда мне знать это? Я против насилия, против того, что каким-то таким способом в мире решается вопрос. Понимаете, всегда есть круглый стол. И нет и невозможно, нет такой идеи, не государственной, не национальной, не имперской какой-то, ради которой стоило бы убить человека. Да, это правда. Смотрите, но есть и другие. Вот в России есть люди, которые не поддерживают происходящее, но при этом активно не высказываются, не делают публичных заявлений, просто делают, выполняют свою работу. Вы, вот они для вас нерукопожатные, или как вы к ним относитесь? Ну, им стыдно, наверное. Стыдно за что-то. Я думаю, что часть общества российское испытывает большой такой коллективный стыд. Стыд за происходящее? За то, что происходит. Потому что все-таки это распространялось оттуда. А если вот шире говорить, с вашей точки зрения, кто в происходящем больше виноват, российские власти или российский народ? Ну, если говорить словами некоторых пропагандистов, это американцы все, понимаете. Там в Украине за каждым кустом американцы какие-то прячутся. Смешно. Грустно об этом. Давай не будем шутить об этом. Чья ответственность больше? Российских властей или российского народа? За все происходящее? Властей, конечно. Смотрите, есть деятели культуры, которые не поддерживают происходящее и уехали из России, и в частности обосновались, например, в Латвии. Вот Чулпан Хаматова живет в Риге, и, насколько я знаю, вы с ней служите в одном театре, в новом театре. Как вы к Чулпану относитесь, и как вообще вы к релокантам из России относитесь? Мы не служим в одном театре. Я в этом театре в каком-то одном спектакле 25 лет назад выступал. Но я знаком с режиссером, который с ней работает. И он меня с ней познакомил один раз. Я был на двух спектаклях с ее участием. Вы общаетесь? Не, ну я не общался, я просто смотрел спектакли. И поздоровался потом. Ну как вы относитесь к Чулпану и вообще к релокантам из России, которые сейчас живут в Риге, в Латвии? Ну ее брат тоже работает в театре Чехова, в русском театре в Риге. Ну, хорошо, что талантливые люди приехали к нам. А с кем из российских релокантов вы общаетесь, поддерживаете какие-то отношения? Ни с кем. Еще одну цитату вашу приведу из интервью. Если это фейк, то тоже скажите. Значит, в одном из интервью вы сказали, что все русское вызывает неприязнь сейчас благодаря конфликту. Ну я заметил, я был в нескольких странах недавно, даже за последние пару месяцев я в каких-то шесть странах был. Да. Нет ли в этом национализма, дискриминации какой-то? Ну какого, о чем и говорить. Просто заканчивать надо этот конфликт, и все будет постепенно на свои места. И Чайковский, и Пушкин, и все остальные, и так далее. Да, я не случайно сказала, что все русское вызывает неприязнь. Вот заметила эту фразу, потому что до этого вы сказали, что ответственность за происходящее все-таки возложили на российские власти, а не на все русское, не на российский народ. Вот насколько это справедливо, что ли, с вашей точки зрения? Ну, народ выбрал такую власть или допустил, что такая власть властвует над ними. Поэтому давайте все подумаем, почему так. Латвия же очень долгое время была центром российской культуры, а сейчас мы это прекрасно видим, что отменяется все русское в Латвии. Как вы считаете, к чему это может привести? Вот вас лично это не настораживает? Ну, ничего не отменится. Отменится на время, конечно, пока этот конфликт кончится. Ну, как отменить и Достоевского, и Пушкина, и Лермонтова, даже Маяковского, и Шайковского? Это никуда не пропадет, понимаете? Это сейчас на эмоциях люди просто выплескивают таким образом свою неприязнь. И поэтому надо просто подождать, и надо добавлять в этот огонь масло. Да, ну, вот вы справедливо заметили, действительно, русская культура сейчас сталкивается с проблемами за рубежом. Можно вспомнить, например, снос памятников Пушкину в Украине. Вот вы в какой мере это поддерживаете или совсем не поддерживаете? Я думаю, это уже Пушкина там, я не знаю, где это произошло, наверное, поставят обратно после. Потому что я слышал даже такое, что вот Пушкин, это от слова Пушка. Понимаете, людям вызывают, ну, разные ассоциации вот это. Даже эта фамилия, Пушкин. И причем тут его стихи, его потрясающее искусство, которое он оставил, та литература. Ну, а вообще, если конкретно, вот когда сносят памятники, в Латвии тоже сносили советские памятники Великой Отечественной, вы как к этому относитесь? У вас какие чувства это вызывает? То, что у нас снесли, то, что мы сами поставили, то и сами снесли. Некоторые надо было и снести, потому что, как русский бизнесмен Евгений Чучваркин сказал, когда он посмотрел историю всего вот этого, и Латвии, что произошло в 1940 году, и до войны, и в 1941, я имею в виду все депортации, унижения людей, и после войны, и так далее, во время немецкой оккупации, и так далее. Он назвал вот этот памятник, что это значит, если стоит такой памятник, значит, это значит заставлять изнасилованную женщину держать на комоде фотографию насильника. Ну вот такие памятники надо снести. Вы поддерживаете это? Ну, те, которые несут какую-то такую информацию, понимаете? Негативную, унизительную. И сейчас можно услышать и такое, что русская культура тоже виновата в происходящем, что вся она пронизана имперскостью, имперским духом, и вот это создает у россиян ощущение превосходства некоего. А вы к русской культуре, лично вы, стали по-другому относиться? Я-то нет. Я отличаю эти вещи. Ну, расскажите просто для зрителей, чтобы было понятнее, для вас лично, в чем отличие? Я думаю, что в русской культуре, там же Булгаки или поэтов про леткульта времена вот этих 20-х годов, там и все ответы на эти вопросы можно найти. И да. Вы знаете, мои друзья из Риги сказали, что вы шикарно пели и любили исполнять русские романсы. А сейчас вы русские романсы еще поете? Ну, иногда это Вертинского. Я знаю несколько песен. Если прислушать, я это могу сделать. Ну, я так уже не выступаю, как шоумен почти. Ну, а так, не знаю, в кругу друзей? Я довольно древний человек, понимаете. Я больше копаюсь в огороде. Ну, вообще, Латвия, как и другие страны Балтии, сейчас, наверное, выступает с наиболее жесткими и даже агрессивными заявлениями в адрес России. А почему именно эти страны? Вы как это объясняете? Я не заметил, что агрессивно, агрессивно России. И против агрессии просто, ну, защита какая-то выстраивается. Больше ничего. Мы не нападаем ни на кого, а защищаемся, понимаете. Это не агрессия, это защита. И то, что мы даже члены НАТО, это защита. НАТО и наши страны не собирается никому напасть. Ну, не повторится сороковой год, что так спокойно можно будет на танках заехать и получить какие-то цветы и так далее. Министр обороны Эстонии тут недавно заявил, что в случае вооруженного конфликта Таллинн нанесет удары по приграничным российским городам. А министр обороны Латвии недавно сказала, что ждать войны с Россией стоит в течение ближайших пяти лет. Вот вы как считаете, война действительно реальна? Ну, реально она происходит 10 лет в Чечне и сейчас Украина. Это реально. А я имею в виду страны Балтии и Россия? Вот эта война? Мы все рядом живем. Значит, Россия относится к бывшим своим республикам, своим колониям вот таким унизительным каким-то взглядам или действиям. Ну, страны Балтии – это члены НАТО. Кремлю это зачем? Не знаю. Ну, не знаю. Я не эксперт в этих вопросах, понимаете? Это, наверное, люди… Я понимаю, что не эксперт, но есть же какое-то ощущение… Я могу ответить на ваши вопросы, как любой обыватель, который смотрит телевизор и читает какие-то газеты. Я другой информацией не владею. Да, я понимаю. Я понимаю, что жесткие заявления исходят от политиков, а вот что у простых латышей? Вы наверняка это уже обсуждаете с своими друзьями, как-то готовятся к войне, ожидают, опасаются войны, ожидают, что Россия нападет на страны Балтии. Или нет таких разговоров, нет таких опасений? Ну, моя мама, понимаете, они прожили Вторую мировую войну, и она всегда мыло собирала, мука у нее была, спички и какие-то еще вещи такие. Я говорю, ну, зачем тебе вот это? Говорит, ты не понимаешь, что это такое, когда нечего кушать и нечем постирать белье. Ну, я такого не заметил еще, но об этом говорят, да. Всякий случай, вот, какие-то убежища или там, какие-то сумку готовить надо, если вдруг куда-то надо бежать. Об этом говорят, да. А что вы будете делать, если, не дай бог, вдруг вот этот конфликт станет реальностью? Где? Не знаю. Наверное, тоже куда-то отправлюсь. Или останусь, мне уже, как сказать, нечего бояться. Доживу ли я до этого? Вообще мы с вами, конечно, страшные вещи обсуждаем. Как вот вы можете объяснить, что дошло до такого, что через 30 лет после распада СССР в воздухе пахнет войной между Россией и странами Балтии? Ну, это коллапс последний, я думаю, надеюсь, вот этого разрушения Советского Союза. Ну, поясните, пожалуйста. Ну, не до конца в сознаниях россиян не разрушался еще до конца. Вот это последний такой отвратительный, вот, через этот конфликт. Чья в этом вина? Вот как вам кажется, что вот до такого может дойти только ли Россия? Или вот у вас какая точка зрения? Ленин. Ленин всегда со мной. Ленин. Отец народа. Ленин или Сталин? Ну, и Сталин. Первый был Ленин, потом Сталин. Знаете, отличка это Сталин, это Сталина. Парень Сталина. Ну, это шутка. Да, да. Отвратительная. Хочется веселья, не об этом. Вы много снимались в советских фильмах и стали знаменитым вот тогда, в ту эпоху. Как вы сейчас вспоминаете о тех временах? И как вы относитесь к людям, которые ностальгируют по СССР, хотят вернуть СССР, хотят вернуться в прошлое? Ну, вот они и устраивают эти конфликты. Вот они и хотят. Ну, вот что вы могли бы им сказать? Как-то предостеречь их? Вы лично ностальгируете? В другую сторону надо смотреть. Не вернется никакой Советский Союз. Понимаете, большинство вот этих вот нашей республики не хотят. И даже либеральная Россия должна знать, что мы не хотим жить под юридикцией какой-то другой страны. Это не значит, что мы против чего-то там. Просто каждый хочет свой огород обрабатывать и собирать урожай. А вы испытываете ностальгию по тем временам? И если да, то почему конкретно? Абсолютно нет. Ну, по своим друзьям только. Топ-3. Что хорошего было в СССР и что плохого? Ну, было много талантливого. И в театре, и в кино. Я встречался с прекрасными мастерами. И вот это... Прекрасно об этом вспоминать. Вы знаете, вот СМИ приводят еще одну вашу цитату. Мне говорят, вы же должны Советскому Союзу, Советскому правительству за все. А я говорю, это вы мне должны. Вы не доплатили. Так кто кому должен и вообще о чем речь? Можете рассказать? Смешно. Смешно. Да пусть они засовывают все это, все мои фильмы с моим участием, куда хотят. Они говорят, что должны. Пенсии же никто не платит. Ну, и мне не надо. Я не об этом. Понимаете? То, что поднимается такой вопрос. Да, один какой-то кретин мне звонил и говорит, что я ему за советский период должен что-то. Понимаете? Ну, что за бред такой? Ну, я ему сказал, что я ему ничего не должен. А он говорит опять от имени народа. Ну, всем известно, сколько советский артист зарабатывал, и все, которые умерли, умерли в бедноте. Понимаете? Это о чем ты говоришь. А каким вы видите будущее России, Украины и стран Балтии? Ну, должно что-то измениться, и, наверное, свое душе поколение, но это через лет пятьдесят, может быть. Ну, я не знаю, украинцы, наверное, никогда это не забудут. Никогда? Я думаю, ну, а кто построит эту плотину, которую взорвали, города разрушенные, убитых людей ни за что. За то, что они хотят свою страну иметь. А вы считаете, никогда не простят? Ну, сколько будут помнить, только не будут прощать. Так же, как и страны Балтии, никогда не простят аннексию 40-го года и депортации людей в Сибирь. До войны уже, не говоря, после войны. Абсолютно бестолковые высылки людей, которые по дороге уже умирали, и никакой Сибирь не освоили. И я объездил весь этот наш Советский Союз. Я знаю каждый город. Игорь, а вот в Риге, да, где вы живете, проводите много времени, общаетесь с большим количеством людей наверняка. Вот какие настроения в рижском обществе, в латвийском обществе? Это полное отрицание всего российского? Это ненависть? Или как, 50 на 50 кто-то хочет быть с Россией? И вот как там происходит это? Ну, просто чисто экономически отойдем со всем. Потому что Россия противным образом использует, скажем, свой газ, как рычаг для решения политических вопросов, каких-то своих амбиций. Ну, вот отказались от газа, но год был не так просто в прошлую зиму, а сейчас уже другие источники, и уже цены становятся ниже. И так и все остальные экономические вопросы. Просто будем жить без сотрудничества, наверное. Что плохо, с одной стороны, а нет другого. Или унижаться, или без этого. Игорь, в последнее время все чаще идут разговоры о вероятности Третьей мировой войны, и мне лично становится очень страшно от этого. А вам? Ну, да, это ужасно. Что за кретины, му**ки об этом говорят? И угрожают еще. Что за порывы такие? А у вас лично есть какие-то рецепты, какие-то советы, как это все остановить? Как вот это все прекратить и помирить народы и страны? Прочесть еще раз Библию, наверное. Не знаю, не знаю. Нет рецепта такого против зла. Но зло само куда-то уйдет, умрет. Потом культура, спорт и все вот благие дела, наверное, как-то исправит это. Ну, хорошо. Давайте теперь о вас поговорим, о приятном. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, какие у вас проекты? Ну, я уже, как сказать, спокойно живу, доживаю. Ну, есть какие-то проекты. Ну, они еще висят в подготовке. Я хочу по театру еще что-то сделать. Там есть несколько проектов. Я не знаю, чем мы будем заниматься в первую очередь. Ну, вот это поближе к лету заниматься этим. А в кино? По кино тоже есть. А по российским проектам, по работе в России вы скучаете? Уже нет. Что из литературы, из фильмов, из кино, из музыки вас сейчас вдохновляет и заставляет отвлечься от мрачной действительности? Что вселяет оптимизм? Ну, это разные произведения. Я тут с детьми занимаюсь больше. И поскольку моя дочка учится в Академии художеств, вот у нее разные запросы по музыке, по живописи, по разным. Мы стараемся объездить какие-то интересные города и страны. Вот недавно были в Танзании, например. В Рим поедем. То есть путешествие. Ну да, мы путешествуем. А что-то, ну, может быть, вы что-то прочитали или посмотрели, или услышали за последнее время такое, о чем хочется поделиться? Ну, такого яркого, такого не было еще в последние дни. Ну, все время, каждый день что-то происходит. И я не могу сказать, что я скучно живу и как-то в тапочках в голову сижу. Но вот этот негатив, который висит во всех, как сказать, по всем каналам передается, люди устают, конечно, от этого. И просто хочется чего-то такого светлого и эмоционального, с любовью и с красотой какой-то необыкновенной. Вот. Ну, я думаю, что это, может быть, и вот этот без негатив начало, может быть, какого-то ренессанса, не знаю. Ренессанса вы что имеете в виду? Ну, какого-то всплеска. Я помню в свои студенческие годы у нас был лектор, один, который вот так задумался. Это было давно, это были 70-е годы, первая половина, когда я учился. И он так через окно куда-то смотрел. И он говорит, да, 21 век. Это будет век больших открытий. Человечество войдёт какую-то новую, какую-то там, какая-то новая волна начнётся и в культуре, и в жизни вообще. Или не будет больше этого века. Он так призывал нас задуматься о прекрасном, что мы были творческими людьми и всегда держали на пульс руку. Ну, вот я помню этого. Ну, и кажется, что мы на грани то, что 21 век на грани того, что его не будет вообще. Не хотелось бы этого. Игорь, у вас сейчас в финале есть возможность обратиться ко всем россиянам. Что бы вы хотели сказать? Нормальной жизни. Удачи. Уважать себя и других. Я сейчас хочу попросить вас прочесть несколько строк из вашего любимого стихотворения, ну или всё, что сейчас вот в этот момент после нашего разговора приходит вам в голову. Пожалуйста. Это я вам могу обратиться? Да. Для меня тут всё. Мой кумир за мной, Счастье жизни моя, Добрякини мой, Для тебя одной. И я живу ищу, Для тебя одной. Лёдца песня моя. Спасибо вам огромное. Так красиво. Спасибо. Это был Игорь Калнындж и я, Мариана Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова